Вот такие бескрайние поля здесь, в Кубанской земле. А еще снится мама, вот сейчас март, 20 апреля. Будет уже два года. И вот удивляюсь тому, что во сне мама приходит часто. И не только мама, жена, которая ушла еще в 2012 году. И вот что происходит. Во сне, видимо, мы живем другой жизнью, параллельной жизнью. И там происходит что? Вот когда появляется мама, ты нисколько не удивляешься. Потому что там нет того, что мама ушла, что ее нет. Она есть всегда. Вот близкие люди, которые тебе дороги были и дороги сейчас, они все время появляются. Ну, ты с ними встречаешься во сне. Своя жизнь идет. И они появляются, и ты к ним относишься, как будто бы ты всегда с ними общался. Ты обратил на это внимание. То есть не первый раз уже снится человек. И вот происходит что? Утром, уже утром только начинаешь понимать. Мамушка приснилась. Но это опять же клише. Скорее всего не приснилась, а встретились. Встретились в другом мире, в параллельном мире. Когда человек засыпает, он переходит в иной мир, нематериальный. И там тоже своя жизнь. В параллельном мире же своя жизнь. И вот не случайно же, сколько человек спит. Он день спит. Вернее, день он бодрствует. Иногда даже и днем немножко поспит. Но когда, если есть возможность. Но ночью-то он спит долго. Целую ночь спит. И вот почему он спит целую ночь? Что происходит? Ведь не просто же физическое тело отдыхает. Скорее всего происходит что? Человек засыпая, выходит из тела и живет. Тонкое тело. Живет в другом мире, в параллельном. Делает свои какие-то дела. Тонкое тело. Вот поэтому и родственники. Ты встречаешься с ними, как будто бы они никуда не уходили. Спокойно. Недавно я на кухне, там во сне нахожусь. То есть мама открывает дверь, заглянула так, а сынок, ну как бы, просто даже не говоря ничего, мимикой. Занимайся, занимайся, я не буду тебе мешать. И я реагирую как должное на это. Говорит о том, что я привык к тому, что я ее вижу, постоянно общаюсь. И лишь на утро ты понимаешь, что это же был сон, мамушка приснилась, как хорошо, соскучился. Вот так. Вот в человеке есть блоки, которые поставлены. Страх, страх. Блоки страха. Опять же, социумом или же близкими, или собственным умом. Ум ведь у нас не всегда играет положительную роль. Он навязывает страхи. И вот эти страхи, человек этими страхами, это и есть блоки, он ограничивает себя этими страхами. А когда страхов нет, то ты и в этом мире, и в параллельном мире, ты находишься в гармонии, все воспринимаешь так, как нужно, любые события, которые происходят. И поэтому, видимо, и есть, я так подразумеваю, что дано встречаться нам здесь, живущим на земле, с теми, кто уже покинул. Ну, трудно сказать, покинули они эту землю или нет. Вот те люди, которые, добрые люди, которые отдавали себя полностью, любили. Хорошие, добрые люди. Они, может быть, и не покинули эту землю. Им дана возможность быть как-то каких-то, или приходить, или быть параллельно. Может быть, мы же не знаем, не видим ничего, что происходит. Может быть, вот сейчас рядышком мама, а я ее не вижу, а вот сейчас я говорю о ней, может быть, она рядышком улыбается, слышит все, видит. Ей хорошо. Я говорю о том, что она меня не потеряла, у нее со мной нет разлуки. А я чувствую, чувствую это тоже в данный момент, например. А кто-то страдает из-за того, что вот им кажется, что... Опять же, кажется, то есть ум навязывает то, что вот они где-то там улетели куда-то там, и их не видно, и это так плохо, это так ужасно, что они покинули нас, любящих их. На самом деле, все в человеке заложено. Вот эти блоки нужно просто снимать, освобождаться, и тогда откроется вот эта реальная жизнь, как в этом мире, так и в параллельном мире, с близкими людьми, любящими, которые и в этом мире находятся, и уже которые ушли именно с материальной точки земли. Они, возможно, находятся параллельно здесь рядом с нами. Кто-то в каких-то местах, кому как суждено, ведь это же все... Все настолько рассчитано, продумано божественного мироустройства, что как-то беспокоиться и не нужно. Всему свое время. Главное, чтобы гармония была в душе, желание именно доверять жизни, а жизнь она будет уже вести. Вот сейчас прошел несколько километров, километров, наверное, 7. Ушел далеко, далеко, так захотелось идти, идти, идти. Хотя планы были какие? Ну, планы лучше не строить, если вот есть возможность такая, лучше их не строить, а идти по наитию, вот куда тебя ведет жизнь, где ты можешь лучше уединиться, если ты хочешь. Мне хотелось вот поделиться вот такими вот мыслями о животных, о снах. И вот нашел такое место вот здесь, закрытое, немножко ветерок, но здесь затишек такой, тут приямок такой, рух идет. И здесь очень хорошо можно поделиться своими мыслями. Такие буквы, да, бескрайние. Ч poder themed колокольчиков seguinte. К creatures. Дисклик. Коплак. Сады спят на бережу. Хорошая тела. Сады спят на бережу. Сады спят на бережу. Сады спят на бережу. Не удалось подобраться к птицам. Крупные. Два раза крупнее, чем в скворце. Серые. Скорее всего, дросты. Серые дросты. Серые дросты.